Сегодня отмечается один из важнейших христианских праздников – Рождество. Во всех православных храмах страны проходят торжественные литургии. С подробностями Карина Низамудинова. Рождество Христово – великий христианский праздник, олицетворяющий приход на землю Иисуса Христа – одно из важных религиозных событий после Пасхи. Рождественская служба в канун светлого, доброго и трогательного дня прошла в Ташкентской и Узбекистанской епархии Русской Православной Церкви. По православной традиции празднику предшествует строгий 40-дневный пост, который длится с 28 ноября до 7 января. До появления на небе первой звезды в память о Вифлеемской звезде, указавшей Волхвам путь к месту рождения Христа. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, всех вас поздравляю с великим праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня мы вспоминаем то великое событие, которое было совершено несколько тысяч лет назад, когда Сам Господь Бог стал человеком для того, чтобы нам с вами показать путь правильной жизни на земле. Очень важно, чтобы мы этот мир, который принес нам Христос Спаситель на земле, и он вновь и вновь его приносит каждый год, когда мы празднуем Рождество Христово, чтобы этот мир и эта любовь и божественная благодать окутала нас в всеобъемлющее. В эти рождественские дни в храме чувствуется особая атмосфера. Запах благовоний, слова священных писаний, молитвы – все это приносит в сердце покой и умиротворение. Поздравляю всех христиан Узбекистана с Рождеством. Желаю скорейшего выздоровления и просто здоровья всем тем, кто сейчас болеет. Мира, благополучия нашей стране, добра, счастья, здоровья. Всего самого светлого, хорошего. Проводить время с семьей в этот день. Также многолюдно и в армянской апостольской церкви города Ташкента. Рождественские праздничные богослужения здесь начались с самого утра. Христос родился и нам явился. Вам и нас благая весть. Знаете, эта фраза, это слово, что уже больше, чем 2000 лет христианины друг другу скажут, каждый год как это новую информацию мы принимаем. Узбекистан – это толерантная мирная страна. Мы всегда любой праздник друг друга поздравляем, несмотря кто, какой нация, какой религия. У нас есть большая возможность, свободно отмечают наш великий праздник, и мы чувствуем, как наша Родина. Что касается рождественского стола, то для него традиционно готовятся 12 постных блюд по числу апостолов. А еще за ним звучат добрые слова в адрес родных и близких. Загадывают желания, которые у большинства наших соотечественников перекликаются о мире, о благополучии, о процветании нашего общего дома. Субтитры создавал DimaTorzok